ЕС выделит 1 миллиард евро на нужды беженцев, которые прибывают из Сирии в соседние с ней страны. Об этом договорились лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе. Кроме того, Евросоюз укрепит контроль на своих внешних границах. До конца ноября в Греции, Италии и, возможно, Болгарии будут созданы дополнительные центры по приему беженцев. Россия строит две крупные военные базы вблизи Украины, сообщает агентство Reuters. По его данным, в городе Багучар появится современная база на 5000 военнослужащих. Другая база строится в районе города Валуйки Белгородской области. Расстояние до украинской границы от новых баз не будет превышать 45 километров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сирийский президент Башар Асад должен быть вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. По ее словам, в мирном процессе также должны участвовать США, Россия, Иран и Саудовская Аравия. Немецкий автогигант Volkswagen признал, что фальсифицировал данные экологических тестов и в Европе. Об этом заявил министр транспорта Германии Александр Добринт. В среду из-за скандала ушел в отставку глава концерна Мартин Винтеркорн. Авиаконцерн Boeing поставит в Китай 300 лайнеров на сумму в 38 миллиардов долларов. О заключении рекордной сделки стороны объявили в среду. Кроме того, компания США построит в КНР фабрику по производству самолетов. Более 400 человек погибли в давке в Мекке. Погибшие – паломники, которые совершали хадж. Еще около 700 человек получили ранения. Давка произошла в четверг, в главный мусульманский праздник – Курбан-Байрам. 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 Продолжение следует...